Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Радио Свобода. Радио Свобода. Это будут делать люди воцерковленные, которые решали вопросы, которые близки к церкви, близки к религии. Или это будут делать какие-то нейтральные люди. Во всяком случае, в государственных структурах экспертных я не знаю таких экспертов, которые бы занимались вот такими вопросами религий. Вопрос Сергею. Как прописано в законе, кто будет определять меру оскорбительности того или иного действия для чувства верующих? В законе не прописано, кто будет определять. То есть, если поступает жалоба, то этим делом занимаются следователи. Вот. Понимаете, как он сказать, вот покойный Уго Чавес, выступая в Организации Объединенных Наций, как-то, помните, сказал, чувствуете, серой пахнет. Здесь недавно, типа, черт выступал. Мы все принюхались и ничего не учуяли. Поэтому вы сначала докажите, что у вас есть какие-то чувства, которые я оскорбил. Что касается, как верят, атеистов. Они ни во что не верят. Как я могу их оскорбить, если они не верят, что есть Бог и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, не надо притягивать за уши то, что есть. То, что хулиганский поступок был совершен в культовом сооружении, это, конечно, очень плохо. Но я бы не стал это связывать именно с тем, что произошло. Окажись, они в другом месте, на улице, хоть за поясе, там, Богородица Путина прогонили, там, еще кто-нибудь Путина прогонили, ничего бы не было. Но они выбрали именно храм. Отсюда и такая реакция. Что касается этой статьи, то можно было, конечно, привлекать, ну, небольшой специалист, можно было привлекать по 282-й статье, которую, кстати, ЛДПР просила отменить. Мы вносили подобный законопроект, поскольку нельзя судить за то, что еще не совершено. То есть теоретически могло спровоцировать, но не спровоцировало. Вот, ну, видимо, это показалось недостаточно, поэтому вот Новосибирское законодательное собрание внесло данный законопроект, который сейчас и был принят. Я не вижу здесь никаких вот дискриминационных вещей, то есть, ну, не надо ходить, не оскорблять, так скажем, людей, которые фанатично во что-то верят. Мы знаем, какие жесткие меры по всему миру прокатились, события, после того, как в Голландии, по-моему, были опубликованы там карикатуры. В Дании, да? В Дании, например, да. То есть, понимаете, ну, вот лучше пусть государство принимает какие-то жесткие меры по отношению к людям, которые оскорбляют там ту или иную веру, чем мы это отдадим на откуп и будут судить по законам шариата или там по законам линча и так далее. Галина, это трудно ли будет адвокату работать по защите обвиненных по этому закону? Да, несомненно. Мы уже поработали с одним делом, где абсолютно отсутствуют хулиганские действия, о которых сейчас говорил мой коллега по этой студии. Вот, поэтому я могу абсолютно точно сказать, что работать будет очень-очень сложно, потому что какой мерой судить вот в данном случае, насколько сильно могут быть оскорблены чувства, что это за чувства, и чем чувства, например, верующего человека отличаются от чувства человека неверующего. Где вот та грань, где есть оскорбление, где его нет, этого оскорбления? Я полагаю, что это как раз вот и вот та самая грань для манипуляций вот теми людьми, которыми государство хочет манипулировать принятием этого закона. Потому что я думаю, что все-таки дело Путера, это оно как раз и явилось той самой лакмусовой бумажкой, которая и сподвигла государство принять именно эту статью вот в той редакции, в которой она сегодня была принята. Естественно, мы это не поддержим, естественно, это, ну, для нас абсолютно какая-то странная статья для, я думаю, для юристов, и не только для меня, а и для моих коллег, для многих. И я думаю, что вот до первого дела, то есть когда будет, наконец-то, первое дело, которое будет расследоваться по этой статье, когда оно дойдет до суда, естественно, мы будем его анализировать, каким образом оно прошло. Посмотрим. Да, вот этот закон принесен в сентябре 2012 года, мы помним, что приговор был Хамомнического суда 17 августа 2012 года. Вот тут налицо прямая связь, как парламентарии, были ли они едины в ожидании вот этих мер по ужесточению оскорблений чувств верующих, или какие-то нашлись более примирительные политики? Вы знаете, насколько я помню, надо поднять стенограмму, но, по-моему, коммунисты не голосовали, то есть они не голосовали против, они просто не голосовали за этот законопроект. А три остальные фракции проголосовали за принятие данного законопроекта. Я, честно говоря, еще раз говорю, я не вижу, ну, больших сложностей, ну, давайте посмотрим. Вот, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Насчет чувств верующих я уже сказал, ну, представим себе ситуацию, да, вот, ну, возьмем нашу, допустим, мою любимую православную религию, я, как человек православный, да, вот висит, например, крест распятия. Кто-то подходит и, ну, какое-то действие совершает, ну, такое вот пренебрежительное к этому, там, ну, плюет, например. Он совершает это публично, открыто. И что тут еще можно предположить? Для чего он это делает? Потому что у него плохое настроение? Потому что он поругался с женой или что? Если он это делает публично, на камеру, совершает это все абсолютно открыто, не таясь, то это явно говорит о том, что он плюет, так скажем, мне в душу. Он знает, что я это восприму негативно. Я же не хожу, допустим, на кладбище, не оскверняю там могилы чьи-то там и так далее. За все эти действия, за все нормальные страны предусмотрена ответственность уголовная. Что тут сложного? Не ходи, не делай этого, и все будет нормально. Ну, вот, правозащитники рассматривают, как инструмент расправа над неугодными. Могут ли быть такие пограничные ситуации, которые суд может истолковать в пользу трактовки, как оскорбления чувств верующих? Да, несомненно. Любая беседа, публичная в том числе беседа, когда человек затрагивает определенные вопросы религиозные, трактует их так, как он это понимает, естественно, он может задеть. Я, например, абсолютно не сильна в мусульманстве и совершенно профан в буддизме. Хотя что-то, может быть, знаю о православии. Так вот, поехав, например, на территорию Калмыкии, я совершенно не уверена, что я каким-то своим действием не оскорблю чувств верующих. Вот я, например, когда там была, у них там замечательный есть великолепный храм, я его хотела посетить и буквально туда вот едва не прошла. А потом казалось, что необходимо обувь снимать, я об этом просто не знала. Вот войдя в их храм в обуви, оскорбила бы я чувство верующих? Если бы вы это сделали осознанно, намеренно, то, конечно. А кто сказал, что... кто будет решать осознанно и намеренно это сделать? То есть вы заходите в храм в обуви, вам говорят, уважаемая Виолетта, у нас не принято, чтобы в обуви заходить в храм, разуйтесь, пожалуйста. Вы говорите, да плевать я хотела на вашу традицию, я вот тут похожу, фотографируюсь. Вот это уже вы осознанно оскорбляете. Если вы говорите, да, конечно, я не знала, сейчас разуюсь, пароль никаких не будет, все нормально. Так, нет? Это вы взяли самую такую распространенную ситуацию. А вот если никто не обратил внимания, а потом меня взяли где-то в этом храме и в обуви, и никто ничего не сказал, и сразу вы сказали, вот она специально, вы приехали в место, где, значит, вот у нас эта религия, вы должны знать. И как я буду оправдываться, что я не хотел, скажу, что хочет уйти от уголовной ответственности? Ну, знаете, мы так можем с вами долго играть в кошки-мышки. Любая религия основана на том, что основа ее это любовь к ближнему. И я, как истинно верующий человек, скажу, Бога ради, я вас прощаю, вы не знали. Ну, вот теперь вы знаете, сделайте так, как положено по нашей религии, или покиньте храм. И все. Я не стану подавать на вас суд. И если кто-то будет на вас подавать суд и говорить, вот она там ходила, троливали, судья, нормальный судья, скажет, а что вы не подошли к ней, не сказали, там выйдете. А если нормальный судья? Ну, знаете, если нормальный судья, он возьмет, сразу скажет, казнить нельзя, помиловать. Ну, что пойдет? Нет, это никто не застрахован. У нас примерно так и происходит. Так у нас никто от этого не застрахован, понимаете? И в таком случае зачем платить закона, от которых никто не застрахован? Я вам уже сказал, что лучше пусть у государства будет механизм, которым государство может наказать, нежели будут судить судом шариата, побиванием камнями, вешать на деревьях судом лично. Зачем до этого давать? А вы думаете, до этого дойдет? В нормальном государстве? Вы знаете, если... Давайте возьмем нормальное среднестатистическое государство. Нормальное среднестатистическое государство, я, знаете, ну, думаю, что если бы это произошло в какой-нибудь стране арабского мира, то вряд ли бы эта женщина вышла из храма. Ее бы сильно побили. Потому что там очень сильно ортодоксальная вот такая вот религия. Там не положено этого делать. Давайте, Сергей, такую ситуацию спрогнозируем, что поругались католик Иван Иванович и буддист Иван Никифорович. На чьей стороне будет ваш закон? Что именно? Ну, если один оскорбил чувство католика, а католик оскорбил чувство буддиста. То есть у нас государство светское, и я, честно говоря, это приветствую. То есть государство должно быть равно удалено от всех религий. Но это не значит, как говорил Высоцкий, что если он служитель культа, ну, когда он играл, товарища Жеглова, известный фильм, ему не обеспечена правовая защита. То есть, если католик, все он какой-нибудь, да, зашел в буддинский храм и начал там совершать действия, уж он-то явно знает правила, там, точек, вот, явно знает. Откуда Вы знаете, что он явно знает? И вот так и будут действовать судьи потом, явно знают. Послушайте, еще раз вам говорю, если человек просто заходит в храм, допустим, в православный, ну, там, женщина, без головного убора, и сразу скажет, наденьте головную уборку. А если она продолжит там оставаться без головного убора, это будет хулиганство? Покиньте, пожалуйста, да, да, это, ей скажут, ей покиньте, пожалуйста, ну, и все дела. Мне даже сомневаюсь, что милицию станут вызывать, то есть, полицию. Ну, как-то ей там пошикают, скажут, ну, как Вам не стыдно, да я отстану, по большому счету. Потому что мы вот очень добрые в последнее время стали, зря, конечно, добро должно быть с кулаками. Вот, не надо утрировать, тот, кто хочет оскорбить. Вы же сказали, что и теперь говорите про добро с кулаками? Да, 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 но, к сожалению, не могу я подставить вторую щеку. Давайте еще говорим, Ваши подзащитные сделали бы эту акцию в любом другом месте, Бога ради, на здоровье. Но зачем надо было приходить в храм? Ну, зачем? Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте Ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Я продолжаю наш разговор с нашими гостями, адвокатом Виолетой Волковой, депутатом Государственной Думы, от ЛДПР Сергеем Ивановым на тему закона, принятого сегодня об оскорблении чувств верующих. Как, по-вашему, если бы он существовал, этот закон, к моменту суда над Вашими доверительницами из Пусера, это получили ли бы они вот три года, которые теперь предусмотрены за это? А вы знаете, если говорить о том, что вообще нарушили мои подзащитные, какой закон они нарушили, то на тот момент это была статья административного кодекса, который предусматривал наказание до полутора тысяч рублей штрафа. И с учетом того, что я так понимаю, что кому-то где-то и как-то показалось, что это слишком маленькое наказание, то есть их нельзя было даже арестовать на несколько суток, ну для того, чтобы каким-то образом они это свое деяние искупали в каком-нибудь пентенсарном учреждении, то решено было пойти вот по такому пути и применить к ним статью о хулиганстве, которая, в общем-то, такая очень резиновая, ей можно накрыть абсолютно все, что происходит. И, в общем-то, вот их деяние как раз и было накрыто буквально этой статьей. Простите, это административная, как она звучала, эта статья, по которой... Оскорбление чувств верующих, она так и звучала. Она была в административном кодексе. Нет, она и есть. Да, и получается, что вот как бы маловато будет. И вот я думаю, что вот это маловато будет, оно и сыграло роль. Но вот если бы их судили сейчас, то выбирая из общей нормы 213 статьи и частной нормы, вот статьи, которая сегодня была принята, они обязаны были бы избрать именно эту статью. Но с учетом, опять же, того, что вот если бы сейчас их судили, и судили бы по этой статье, то по 213 статье в таком случае они находятся за решеткой сейчас. Незаконно их просто надо освобождать. Это вот те самые коллизии, юридические коллизии права, вот о которых мы, мне кажется, с моими коллегами, в общем-то, больше будем обсуждать их, говорить их. Но хулиганство, оно вообще не входит, то есть в оскорблении чувств верующих. Я считаю, что природа самой статьи хулиганства не могла быть применена вот к их действиям. Хулиганку им дали, условно говоря, потому что не было этого закона, как вы считаете, Сергей? Вы знаете, я, честно говоря, не следил за этим делом и считаю, что зря я его так сильно раздуваю. Чисто мое вот такое человеческое отношение к этому, девочки поступили очень некрасиво, поступили зря. Они извинились. Ну, тут я не судья, понимаете, если бы я судил, я бы, может быть, действительно и простил за это дело, там, выборол бы их, там, у нас нет телесных наказаний. Поэтому я не следил, что там, да как и где. Но еще раз говорю, что, понимаете, то есть не надо доводить до того, что, ну, представьте, кто-нибудь сейчас придет в мечеть, например, да, и начнет что-нибудь такое говорить там на пророка или показывать его изображение. А в исламе не принято вообще изображать ни святых, ни пророков, ни никого. Верующий воспринят это как оскорбление. То есть может дойти там до поножовщины, то есть все, пятое-десятое. В этом случае вот данный закон, уже не законопроект, а закон, ну, хотя он еще пока законопроект, поскольку его президент не подписал, и он не опубликован. Это своеобразный тормоз. То есть человек, который пускается на эти деяния, провокации, я считаю, провокационные деяния, он должен знать, что ты можешь в худшем случае получить до трех лет лишения свободы. Может быть, это его остановит. Ну, понимаете, то есть либо человек не дееспособный, тогда его надо не судить, а лечить, либо он дееспособный. Если ты дееспособный, то ты должен отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. И ты уже не маленький ребенок, ты должен понимать, что религия вещь такая деликатная, и вторгаться в нее нельзя. Хотя я еще раз говорю, я прекрасно понимаю Виолетту, да, буквально там 80-90 лет назад рушили храмы, доказывали, что Бога нет, никого нет. Какие-то спасители взорвали, вот где? Да, совершенно верно. Совершенно другое было отношение у тех, кто стоял во главе государства. Вот и все. К сожалению, вот такая вот у человека природа. Сейчас такая позиция. 80 лет назад была другая позиция. 80 лет назад ничего не получили. Ну, еще неизвестно, что будет через 20. Нет, подождите, но если бы они 80 лет назад так сделали и кричали Ленина или Сталина, то их бы и в лагерях даже не нашли, а их бы расстреляли, как Фанни Каплан тут же. И все, и в бочку закидали. Ну, то есть вот этот закон, вы сами только что подтвердили, что он такой сиюминутный и отражает просто сегодняшние тенденции, которые где-то во властных верхах разливаются. А у нас все законодательство сиюминутно, понимаете? Потому что если завтра общество вдруг резко, моментально поменяет свое отношение и будет разрешено, извините, мочиться на улицах, то за это из административного кодекса уберут статью, потому что будет так принято, к сожалению. Общество отношения резко не меняет. Общество меняет резко отношения, когда это кому-нибудь служит. Я к примеру сказал, разные бывают ситуации, абсолютно разные. Ну вот до недавнего времени наш законопроект был, мы говорили, давайте разрешим поворот направо при красном свете светофора, как во всех странах мира. Говорят, нет, нельзя, сейчас приняли это дело. Ну, поменялась ситуация. Ну, только чувство верующих с красным светофором сравнивать. Это, конечно, отношение было тогда, год назад, полтора года назад, сугубо отрицательное. Сейчас поменялось, можно уже поворачивать, потому что пробки всех достали. То есть с чувствами верующих можно играть. Сегодня они чувства верующих, а завтра они уже, ну, не такие уже чувства верующих. Да, вы знаете, как и со всем остальным, потому что если у вас температура высокая, вам дают одни лекарства, низкая, там не очень высокая, другие лекарства. А что вы считаете, вот должно быть тем лакмусом, при котором начнут играть с чувствами верующих? Вот сегодня их защищают, а завтра перестают. А целесообразно, чтобы в результате этого не было кровопролития, чтобы никто не пострадал, понимаете? Ну, я не думаю, что у нас православная вера, а самая, наверное, вот мирная, я считаю, из... Самая верная, наверное, буддисты самые верующие. Буддисты? Ну, да, наверное... Там, через сито кушают, не дай бог. Ну, кришнаиты как угодно. Я послушаю вопрос, и заодно... Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь. Да, добрый вечер. Я, да, а я думал, тут передо мной хвост Владимир Алексеевич. Да, не слышите вопрос. Ребята, там аппаратная колонка включите нам, а я передам ваш вопрос. Давайте задавайте его мне. А, можно задавать, да? Да, да. Владимир Алексеевич, значит, я с интересом слушаю эту дискуссию, вот, и готов присоединиться к опасениям, вот, женщину-юриста, которая принимает участие в передаче. Я разбираю эти опасения, вот почему еще, помимо тех аргументов, которые он высказал, вот еще почему. Дело в том, что православная церковь наша, она находится в несколько особом положении, то есть у нее особый статус. И ни для кого не секрет, что определенные, определенные руководители православия претендуют на особый статус общества. Есть даже, так сказать, мнение, что православие претендует на роль, которая была у этой религией до революции. А, простите меня, вот, в данном случае такие претензии, они представляют особую голосу для общества, потому что любое, любое проявление, даже не то чтобы там неуважение, любое критическое выражение в адрес православия, не важно где, даже на странице печати, в средствах массовой информации, телевидения, может быть квалифицировано экстезистами от православия. Именно как проявление неуважения и нарушения всех верующих. Вот, чем опасность. Спасибо, да, спасибо, поняли ваш вопрос, да, слово Сергею Иванову. Как по-вашему, вот именно православная церковь больше всего настаивала или была заинтересована в принятии этого закона, потому что я не слышал, чтобы другие конфессии так вот болезненно воспринимали? Вы знаете, я еще, я извиняюсь, но я не следил внимательно за этим процессом. Поэтому, если вы мне скажете, что там патриарх или кто-то из предстоящей русско-православной церкви настаивали на приятии этого закона, то я с вами соглашусь, но во время обсуждения в Госдуме я их не видел, это первое. Второе, что касается замечания нашего радиослушателя, да, вы действительно правы, сто лет назад православная церковь в Российской империи, в России была доминирующей религией, совершенно верно, никто с этим не спорит. Верующими было, ну, не знаю, практически все население, то есть 99%, ну, я имею в виду, кто-то какой-то религии, там 1% был атеистом, вот. Сейчас ситуация абсолютно другая, ведь, извините, 70-80 лет у нас каленым железом выжигали религиозные чувства, и священника всех уничтожали, и т.п. Поэтому говорят, что сейчас православная религия или там православная церковь у нас на что-то претендует, по-моему, очень мало верующих. У меня вот в моей любимой Курской области родной много храмов, но прихожан мало. Вот такие дела. Виолетта, вы как почувствовали, влиятельна ли в России православная церковь по опыту процессов усирает? Несомненно, потому что мы, вот, русская православная церковь прошла просто конвой по всему этому процессу. Ну, не хотелось выражаться, вдруг потом как-то скажут, что я чьи-то чувства оскорбилась. В чем это выражалось? Вот. Реально, это выражалось в чем? Это были заявления, были стояния за веру около храма Христа Спасителя. Были определенные... Судебный процесс был в храме, разве? Нет, судебный. Ну, я думаю, что вам просто стоит познакомиться с историей этого процесса, который когда-нибудь, он действительно войдет в учебники, потому что он очень показателен вот в своей такой наглости со стороны государства. Ну, мы сейчас не об этом процессе говорим. Вот. Поэтому, естественно, в общем-то, мы почувствовали и влияние русской православной церкви, и давление русской православной церкви, потому что все заявления, которые делались русской православной церковью по этому процессу, они провоцировали усиление давления на наших подзащитных. Мы это видели, мы это замечали, и мы это прекрасно понимали. На подзащитных путем давления на них в учреждениях, где они содержались, отношения следователей, которые вдруг резко стали все православными, хотя тогда был пост, но тем не менее от поста они воздерживались. Я тоже не боюсь практически. Чуть ли не воцерковленным человеком. Ну, не судите, да не судим, вы, простите их. Понятно. Ну, в общем-то, что еще можно сказать по этому поводу? А, кстати, сегодняшний случай, как вы к этому относитесь, когда люди, которые считают себя православными, воцерковленными, вышли и обкидали вот эти секс-меньшинства, которые собирались против того закона, который сегодня принимался в Госдуме, обкидали их презервативами, извините, дерьмом. А, понимаете, когда верующий, особенно воцерковленный, делает какие-то вещи, он должен испросить благословение. Вот мне очень хочется узнать, у какого священника было испрошено благословение на это действие? И каким образом это все происходило? Потому что у меня, например, православие меньше всего ассоциируется с дерьмом. Но вот как-то вот они вот совместились, и вы могли бы это прокомментировать? Да, прокомментировать, конечно, можно все что угодно. Я не знаю, я не видел, что там их закидывали, хотя слышал, что была какая-то потасовка. Понимаете, вот вторая тема, которую вы сейчас затронули. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как вы, ну, не буду ваших подзащитных касаться. Вот возьмем этих людей, да, по моему большому убеждению, опять же, никому не навязываюсь, это мое личное убеждение, что они больные люди. Зачем выставлять на публику свою вот эту болезнь, тем более, что, ну, она, так скажем, нетрадиционна, неестественна, в религии это не поощряется, это садомия, там, и т.д. и т.п. Ну, зачем ходить и постоянно требовать, дайте нам право провести этот марш, дайте нам то, дайте нам это. Ребята, ну, не повезло вам, Бог там наказал, ну, общайтесь вы друг с другом в закрытых клубах, никто не запрещает. Ну, почему вы должны ходить и говорить, а вот мы такие, и чуть ли там не показывать все эти свои поганые действия на публику, мы не хотим этого видеть. Поэтому, видимо, они... Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Напомню, что сегодня же еще был один закон, тоже принято в двух чтениях, это, как вы назвали его, о нетрадиционных... О защите детей от информации, содержащей вот эту вот нетрадиционную... Да, и тут тоже церковь не последнюю роль же сыграла, да. Еще раз говорю, на заседании Госдумы я не видел ни одного священника, но тут мне, знаете, мне даже не надо было тут спрашивать у кого-то благословение, неблагословение. Я категорически против этих вещей. Ну, еще раз говорю, я свою точку зрения уже высказал и не хочу ее даже обсуждать, поскольку считаю, что само обсуждение этого законопроекта уже это пропаганда. Вот был такой, ну, помните, исторический факт, когда Саддама Хусейна повесили и потом это все показали в прямом эфире. Так вот, почти 20 детей, играя вот эту вот игру по всему миру, повесились, к сожалению. Зачем нам вот это все детям показать? Захотят еще попробовать. Ну, вообще, ну, черт, не хочу даже гадко. Да, не буду обсуждать детей, извините. Как вы считаете, вы посмотрите, Волковой начнется ли сейчас волна и поветрие вот этих процессов по оскорблению чувств верующих? Да, несомненно, потому что есть, конечно, люди, которые с этим не согласны. Естественно, этот вопрос будет обсуждаться и будет обсуждаться достаточно публично. И, конечно, найдутся такие силы, которые захотят это все обсуждение прекратить. А вот как раз, а потому что мне неприятно. Я думаю, что это обсуждение будет прекращено вот как раз таким методом, давлением, привлечением к ответственности по этой статье. Я, вы знаете, абсолютно в этом убеждена, потому что уже есть определенный опыт. Я прекрасно понимаю, как возбуждаются и как ведутся уголовные дела. И я думаю, что все этим и закончится. Вот, пожалуйста, у нас недавно был привлечен к ответственности руководитель Союза по защите прав потребителей. Замечательно. Совершенно вот за как раз... Аншаков, да? Да, Аншаков Михаил. Вот, за то, что он якобы оболгал, значит, сообщив информацию абсолютно, ну, определенную в средствах массовой информации. О коммерческой деятельности храма. Ну да, коммерческой деятельности. Не будем говорить, а то и нас потом привлекут. Да, не надо. Вот. И я полагаю, это как раз вот то самое давление. А вот сейчас его можно было бы привлечь и еще и по этой статье. А вы представляете, как бы ему сейчас здорово влепили бы и по одной статье, и еще одним эпизодиком, и по другой статье. Вы понимаете, к сожалению, мы с вами оперируем далеко нелицеприятными фактами. Ну вот, я, например, помню вопиющий случай, когда кто-то судился с храмом Христа Спасителя по поводу нарушения правил торговли на территории. Когда там вот эта вот машина мойка или что-то типа того. Это и есть это дело. Да, ну, безвозмездное одаривание. Ну, это вообще, конечно, это позор суду. Но это позор этому суду просто наоборот. Это не суду позор. Это же дошло до верха и устаняло. Дошло до морковского городского суда. Это позор, понимаете. Я считаю, что это позор. Именно поэтому, говорю, что многие вещи надо судить с участием суда присяжных. Чтобы общество выносило свой вердикт. Если у нас на тысячу судей попадается одна паршивая овца, это не значит, что вся судебная система у нас никудышная. И давайте вообще это забудем, судиться не будем, а будем разбираться только там по закону джунглей. Тогда почему вы, как представитель Государственной Думы, из суда присяжных выводите все больше и больше преступлений и отдаете им все меньшую и меньшую область? Мы наоборот, вот моя партия ЛДПР, наоборот, все больше и больше вводит туда. То есть мы хотим, чтобы все... Мы это не видим. Вот посмотрите закон, значит, базу данных Государственной Думы, посмотрите там мои законопроекты партии ЛДПР. То есть мы считаем, что все дела о превышении правил необходимой самообороны, все дела о 282-й статье должны судиться только судом присяжных. До сих пор наш законопроект не рассмотрен, хотя внесен еще в прошлом созыве. Я как адвокат не хочу видеть эти законопроекты в базе данных, я их хочу видеть в кодексах, я их хочу применять. А вот тут, уважаемая Виолетта, надо объяснить всем, кто нас смотрит, что одно дело ходить на болотную, а другое дело ходить на избирательные участки. У нас, к сожалению, сейчас на выборах, вот я уже, извините, с 95-го года принимаю участие в выборах, у нас принимают в участие в выборах всего 40%, а 60% сидит на печи или обсуждает потом итоги выборов. И получается, что 20%, которые приходят на выборы чуть ли не под конвоем, выбирают партию власти, и 20% потом управляют 80%. Поэтому давайте убеждая своих сторонников, вы своих, мы своих, давайте все пойдем на выборы, тогда их фальсифицировать будет просто невозможно. Давайте, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Валерий, это, здравствуйте, Владимир Виолетта и, по-моему, Сергей, да? Да, Сергей. А, Сергей, простите, сразу такой вопросик. Вы, а какой партии в этой государственной, как бы ее там, о Думе? Ну, понятно, понятно. Ну, слава богу, что не в Единой России, но все равно. В общем, у меня такой вопрос с Фиолетой, я полностью согласен. Я ее знаю прекрасно, хорошо, как правозащитника, как человека, который поддерживает некоторые правильные вещи. Единственное, что хочу сказать, если бы те дамы, которые, так сказать, выступили, ну, пусть и рай, спели бы в храме Богородицы Путина Благослови, то бы они сейчас были сами, знаете где? В Госдуме вместе с Коркиной и этой Кабаевой. Ну, так как они, сами понимаете, как спели, их самое максимум, что ему грозило, это всего лишь 15 суток. Я лето это знаю, все знают, все прекрасно, и вы, Сергей, тоже это прекрасно знаете. Так почему же наш, так сказать, лжепрезидент такой, ну, как сказать, ну, два года тюрьма? Не просто тюрьма, это же какие там колонии? Мордовия. Спасибо, Валерий, да, да. Ну, мы слышали, как президент сказал, что им двушечку как-то припаяли. Ну, теперь это уже такое идиоматическое выражение, мне кажется, все, мы с этой двушечкой теперь будем жить многие десятки лет вперед. Вот, поэтому... Прислали им двушечку, как-то он выразил. Знаете, ну, насчет Кабаева и Хоркина, то есть, Кабаева является депутатом Госдумы, Хоркина уже давно не является, она в прошлом созыве была. Я здесь могу согласиться, то есть, у нас чересчур много полномочий у президента, потому что у нас есть исполнительная власть, законодательная и судебная. Сейчас, к сожалению, мы находимся в такой стадии, когда исполнительная власть полностью подчинила себе и судебную, поскольку президент назначает судей, и законодательную, поскольку, используя административный ресурс, они обеспечивают себе большинство от Госдумы, заканчивая простым сельсоветом. Ну, еще раз говорю, ребята, и нельзя это дело решать вооруженным путем, мы уже это проходили, давайте просто придем в один раз все на выборы, чтобы явка была хотя бы 98% как старый добрый советский времена. А вы думаете, что-нибудь изменится? Будут те же самые 58% и так далее процентов? Другого, к сожалению, варианта у нас не придумали, понимаете? У нас можно и не проводить выборы, быть там замечательным Сталином, ходить в одном френче старом, потертом, не получать зарплату и отправлять миллионы людей в лагеря. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер. Алло. Да, да, ваш вопрос нашим гостям. Меня слышно, да? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Валерий Отставных, православный религиовед и эксперт по делу Пуссерайт на стороне защиты. Я хочу спросить у господина, который представляет ЛДПР. Отдает он себе отчет, что этот законопроект или это статья 148, это прямой удар по русской православной церкви и авторитету? Потому что вы ставите большой могильный крест на таком предмете под названием сектоведение, которое в достаточно ернической форме, в издевательской, рассматривает так называемые новые религиозные движения или тоталитарные секты. Вы понимаете, что начнется сейчас, вы открыли ящик Пандоры, начнется огромное количество исков этих религиозных организаций против русской православной церкви и против Дворкина Александра Леонидовича в частности. И второе, есть такой предмет сравнительное богословие, который утверждает, что истина заключается только в православии, а католицизм и протестантизм являются заблуждениями и ересью. Вы не думаете, что и здесь возник большой конфликт? И не думаете ли вы, что первое же дело, которое, естественно, наш независимый и прекрасный суд, значит, наш суд в этом процессе отдаст предпочтение православным людям, что этот же первый же процесс приведет к тому, что у нас появятся новомученики от московской патриархии умученные. Спасибо большое. Давайте мы поговорим с нашим гостем Александром Верховским, главой Центра СОВА. Добрый вечер, Александр. Да, добрый вечер. Как вы считаете ли дискриминационным закон сегодняшний об оскорблении чувств верующих? По вашему закону он дискриминационный, вот как Виолетта считает, а вот наш гость Сергей Иванов, депутат ЛДПР, наоборот, не считает его дискриминационным. Не надо назвать дискриминационным, потому что он никакую конкретную группу не дискриминирует и никакой не дает привилегий. Ну, практика может оказаться дискриминационной. Сам закон, я бы назвал его скорее провокационным, потому что он просто предлагает представителям разных мировоззренческих групп, как религиозных, как и там нерелигиозных, или антирелигиозных, вот жаловаться друг на друга в прокуратуру, говоря, что те или иные действия, высказывания или символы, или еще что-нибудь оскорбляют их чувства. Потому что мало ли того, что оскорбляет там по контору. Как бы со всем этим разбираться в суды и очень трудно себя представить. Ожидаете ли вы большого потока жалоб после вступления закона в силу? Ну вот, да, как только он вступит в силу, так это и начнет. Собственно говоря, у нас люди и так постоянно это делают. Только сейчас они требуют обычного возбуждения дела по 282 статье в подобных случаях. И, как правило, такие дела, к счастью, не возбуждают. Но по новому закону, который сформулирован довольно-таки невнятко, я думаю, что они возбуждаться будут, потому что раз есть новый закон, то правоохранительные органы поймут это как политический сигнал, что такие дела нужны, значит. Ну, сперва осторожно, сперва что-то, ну, понятно, первые дела всегда идут тяжело, потому что там полиция, прокуратура, они никогда не любят вступать на новое поле. Ну, это рискованно, можно сделать что-то не так. Ну, понемножечку, это начнет применяться, и, как правило, это будут совершенно ненужные, я считаю, дела, ну, по крайней мере, как мне сказали. Большое спасибо. Вот видите, Александр считает конфронтационным этот закон. Понимаете, в чем дело? Ну, люди, которые не совсем адекватные, они были, есть и будут. Вот не так давно я читал, возник там скандал, недопонимание, что ростовское издательство выпустило какую-то детскую книжку, где в руке там ни того Буратино, ни того еще у кого-то, какой-то сверток, которым разглядели вроде как отрывок из Корана. У Каркадила Гена. У Каркадила Гена, да, вот. Ну, что можно сказать? Ну, ребята, ваши права, вы углядели это, ну, углядели, давайте идите разбирайте. Понимаете, ничто не помешает им подать в суд на то, что, допустим, Крокодил Гена вообще оскорбителен для них, потому что он там, ну, не упоминается в Коране там или еще что-то. Да мало ли такого бреда можно придумать. Возможно, конечно, возможно. Ну, только редакция извинилась за этого Крокодила. Понимаете, редакция правильно сделала. Ребята, зачем с вами спорить? Мне проще сказать, ребят, извините, перепечатаем, все, успокойтесь. Не надо спорить с дураком. Древний. Да, кстати, про дурака. А его работники Балде переписали где-то тоже в Ставрополе, по-моему, там о Купце. Нет, это не в Ставрополе делалось. Это редактор сидит здесь, я так понимаю, в Москве, в верхах русско-православной церкви. Об этом есть, кстати, сведения в интернете. И это не первый раз переписывается, эта сказка несчастная. Еще со времен Пушкина, еще при жизни его переписывалось. А кому на Руси здесь хорошо не переписывали? Кого вы называете породой лошадиным? Там тоже наезд? Что ж такое-то? Ну, мало ли таких придурков-то, господи. Да, и у Блока, у Александра, по-моему, в 12-е, помнишь, как бывало, пузом шел вперед, и крестом сияла пуза на народ. Ну и что теперь? Что ж теперь? Реагировать на всех тюб, пожалеть их надо. Конфетку дать, успокоить, направить в другое место. Ну так у нас и литературу хотят запрещать определенного характера, так как она является прололиту, мы сколько раз уже слышали про это несчастное. К счастью, как сказал Салтыкович Дрин, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. То, что у нас судебная власть попадает зачастую под влияние телефонного права, исполнительной власти, неважно, кого-то подпадает, бывает это такое. Это плохо. С этим я не спорю. С этим надо бороться. Но еще не всегда так. Вот так она и будет подпадать. Она и будет подпадать. И вот это будет именно избирательно. Не обязательность исполнения будет в сторону определенных людей, а обязательность исполнения в сторону другой массы людей. Вы знаете, я готов, может быть, даже согласиться, что если вот такая ситуация сохранится, то если бы ваши подзащитные исполняли в огородице «сохрани», то ничего бы им не было. Мы все прекрасно это понимаем. Но если бы они это делали на улице, дела бы вообще не было. Нет. Вы знаете, их в основном привлекли за что? Объясняли же. Не так стоял, не так свистел, повернулся попой к священному гвоздю. И самое страшное произносил, судья боялась произнести эту фразу «срань Господня». Это идиоматическое выражение, абсолютное, которое применяется в литературе. Это абсолютно литературное выражение. Но в храме этого делать не надо. Не надо этого делать в храме. Делайте на митинге. Ну, делайте это на митинге. Ну, Виолетт, дело проще. Я помню еще охранник какой-то моральные страдания испытал охранник. Это, знаете, опять же, сложная речь. Потом он же вентил, поэтому говорим. Коллеги, вот знаете, по-моему, либо Линкон, либо кто-то сказал, что, ребята, свобода слова – это не значит, что в переполненном театре нужно кричать «пожар». Когда все ломанутся, возникнет давка, и все друг друга подавят в дверях. У нас такой пожар случился 6 мая. Здесь такая же ситуация. Не надо провоцировать вот этих вещей. Иди на митинг, выступай, говори, какие не все. Я говорю, с 95-го года в политике. Я многих губернаторов там всяко-разно полоскал, министров там, Кудрина отправлял в отставку, Зурабова вешал там на шариках. Но никто мне ничего не сказал, потому что это все было на митингах, все в разрешенной форме. Я не лез в религию. Мы не любим даже принимать участие в религиозных оборядках, потому что плохое это дело в чужом Перу похмелье. У них крестный ход, и пусть себе идут. Там еще что-то, и пусть себе ходят. Не лезьте вы туда, это их проблема. А когда закон у вас в скором времени будет приниматься о донорских органах, и РПЦ уже высказалась по поводу этого закона, высказала СОФЭ, по поводу того, как он будет применяться, и как его принимать будет Госдума, видимо. Они СОФЭ высказали в отношении клонирования. Ну прогресс-то не остановить. Когда им плохо будет, они первые прибегут, наверное, и попросят, дайте мне донорскую почку. Сложно сказать. А может быть. Может быть. Спасибо вам. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Как вы считаете вопрос, Сергей, как выглядит российское законодательство в глазах мирового сообщества? Говорят, что это возврат к средневековью сегодня, все иностранные средства массовой информации пестрят вот этой аллегории. Знаете, я очень редко бываю за границей, можно сказать, практически не бываю. Не знаком, что там говорят у нас, о нашем законодательстве в мировых СМИ. Но я очень четко себе представляю, что мировые СМИ это такой же инструмент для манипуляции, как и нахер СМИ. Им дадут команду, они про это говорят. И говорят в таком ключе. Не дадут, не будут говорить. Это мы знаем и по войне в Осетии, и по многим другим примерам. Прекрасно знаем, когда была война в Ираке, буря в пустыне. Все было полностью под контролем Министерства обороны. И вся информация давалась только та, которая им нужна была. Ну, поэтому я не особо расстраиваюсь, если про нас они говорят, плохо или хорошо. А у вас там негров лечевали до 60-х годов. Теперь вы говорите, что это не негров, а про американцев. Ну, с вашим либерализмом уже совсем ни туда, ни сюда. Теперь вы заставляете остальных работать, а им платите пособия. Страсбургский суд все-таки находится за границей. В Страсбурге, как вы считаете, Виолетта, будет он принимать дела по этому закону? Ну, а куда же он денется с подводной лодки, как у нас говорят? Если такие дела будут, если они будут соответствовать той процедуре, которая предусмотрена Страсбургом, соответственно, он вынужден будет принимать эти дела. Уже сейчас такой поток дел от России хлынул в Страсбургский суд, что, в общем-то, я так понимаю, что он весь завален. И практически 90% дел, как мне говорили наши российские адвокаты, которые практикуют в Страсбурге, практически 90% дел отправляются обратно. И только 10% рассматриваются. И срок рассмотрения этих 10 несчастных процентов, он составляет 5, 6, 7 лет. То есть это очень огромный поток. И я думаю, что в связи с этой статьей сейчас что-то может хлынуть туда и еще. И я так думаю, что Страсбургский суд, он просто утонет в делах. Да. И там, по-моему, дело ваших предыдущих подзащитных, которые уже... Ну, вы знаете, там не только их дело, там много дел, других дел. Потому что дело, пусть рает, оно хоть и такая лакмусовая бумажка, но вы мне поверьте, что вот такого рода дела, которые абсолютно незаконны, по которым выносятся неправосудные приговоры, которые смогли устоять до самых высших инстанций, этими делами наводнена просто вся Россия. И бороться пока как с этим я даже не представляю, вот даже на законодательном уровне. То есть это очень тяжело. Но это, опять же, вопросы коррупции, это вопросы тенденций, это вопросы личных каких-то предпочтений и так далее. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, это вы мне? Да-да-да, говорите. Меня зовут Михаил, я из Петербурга. Я хотел бы вам рассказать вопрос депутату, который принимал этот закон. Вопрос у меня такой, значит, я человек верующий, я верю, что Бога нет. Если я завтра выйду на улицу в белой футболке с надписью, Бога нет. Будет ли это оскорбением чувств верующих? Это первый вопрос. И дополнительно к нему же вопрос. Если это будет оскорбением чувств верующих, то почему оскорбение моих чувств верующего, то, что Бога нету, допустим, крестный ход, люди с крестами на шее и так далее. Да, Михаил, но вы можете теперь подавать, как считает Сергей Иванов, тоже в суд на верующих, правда, вряд ли благоприятный исход будет. Ну, уважаю Михаил, поверьте правильно, я не судья, поэтому какой будет приговор сказать не могу. Я могу сказать свою точку зрения. То есть вы верите, что Бога нет на здоровье, но если вы придете в какое-либо культовое сооружение и начнете там заниматься вот этой вот пропагандой, причем в каких-нибудь там грубых формах там и так далее, то это, наверное, будет считаться оскорблением. То есть если вы придете и затеете дискуссию, даже если у вас на футболке будет написано, я думаю, что никто не посчитает, что вы оскорбляете эти чувства. По крайней мере, я бы так не посчитал никогда. Вы считаете и на здоровье, даже спорить с вами не стал. Тем более подавать на вас в суд. Да, ну, все помнят в интернете вот этот ролик, как пришли куда-то в кафе, по-моему, ребята в футболках. Да, НТО на них напал, да. Ну, я так поняла, что сама православная церковь, отдельно ее там представители его обсуждают. Другое дело, что он за свои дела, которые явно тянут на хулиганство, явно тянут, не получил еще ни одного срока и не получил даже какую-либо хотя бы администрацию, активной статьи, вот, сколь бы то ни было легкой, даже связанной со штрафами. Поэтому можно говорить просто о тенденции, что православным хулиганам хулиганить можно, а вот неправославным нельзя. Давайте еще один звонок. Говорите ваш вопрос. Добрый вечер. Вы все мной разговариваете? Да, 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 ваш вопрос, Сергей Ивановый или Виолетти Волковой. Да, 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 меня зовут Сергей, Кировград, Свердловская область. Вот, скажите, пожалуйста, вот как вы расцениваете, например, выражение действиям, ну, своего отношения самого Христа, когда тот бежал в храм и выразил протест против тех или иных вещей? Это первое. Второе. Например, почему православная церковь, значит, претендует, не то, что претендует, а ставит себя как бы истинной, ну, в последней инстанции, что иные трактовки, те же протестантские, Библии, ну, Евангелие и Библии в целом воспринимаются как какие-то еретические там и прочее, прочее. Вот. Спасибо, спасибо, да. Можно я, наверное, отвечу. Дело в том, что нам для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот здесь, в этом зале, не хватает ровно одного священника. Потому что вопрос, я думаю, что не должен быть адресован к нам, к депутату Госдумы, к адвокату. Это уже какие-то внутренние тенденции, внутренние там, какие-то веяния вот русской православной церкви. Если есть какие-то к ней вопросы, конечно, я думаю, она может и должна на них ответить. В законе про русскую православную церковь ничего не сказано. Это относится ко всем абсолютно. Ну, у нас уже сказано. Понимаете, в нашем регионе, это русская православная церковь, уедем мы куда-нибудь туда подальше, это будет буддизм, поедем мы, сами знаете, куда, это будет уже мусульманство. Да вы не будете говорить-то, куда поедем? Да куда угодно. Вот, куда угодно. В Дагестан, да, конечно, в Дагестан, в Ингушетию. Вот, и мы прекрасно понимаем, что там, в общем-то, ждет нас. Поэтому вот в данном случае я просто отталкиваюсь от религии, основной религии региона, и поэтому для меня, например, говорить о русско-православной церкви гораздо ближе, чем о мусульманстве, которого я, ну, скажем так, по своей сути не понимаю. Пожалуйста, пожалуйста. Может быть, нам что-нибудь хорошее сказал бы Гидар Джамаль, который теолог, мусульманский, философ. Вот, он в этом вопросе более подкован, чем я. Поэтому мне гораздо удобнее рассуждать вот о русско-православной церкви. Как вы считаете, Сергей, встретит ли ваш законопроект сопротивления в Совете Федерации и в Кремле? Да, мне сложно сказать. Думаю, что нет, потому что, если бы были какие-то возражения, то это было бы отсечено еще на стадии первого чтения. Поскольку все это прошло первое, второе, третье чтение, то, скорее всего, вопросов не возникло. Но еще раз говорю, что по большому счету во всей Госдуме только фракция КПРФ высказалась не против, а воздержалась при принятии данного законопроекта, но учитывая, опять же, что им не совсем понятно, кто будет определять, чувство это или не чувство, или еще что-то. Вот в таком плане. Ну, и у них деликатная ситуация, они же в течение 70 лет запрещали религию, поэтому сейчас вмешиваться в этот вопрос было бы... Поэтому это их право. Ну, и это вопрос дипломатии некоторой, потому что высказать сейчас свое нет, это, возможно, потом возникнут какие-то проблемы, может быть, в отношениях с церковью, и я думаю, что именно поэтому... Конечно, можно потерять избирателей, избирателей можно потерять. Конечно, выдержались от голосования соответствующего, потому что легче так пойти по этой дороге, полумер, чем по уже вот четко высказать свое мнение. А кто сегодня выступал наиболее ярко по этому, докладывал по этому закону? А вы знаете, второе чтение не предполагает выступление, там говорится о том, какие поправки приняты, какие отклонены. А в третьем чтении, когда принимаюсь, выступал представитель нашей фракции Ярослав Евгеньевич Нилов, который, опять же, напомнил суть законопроекта и ответил на некоторые вопросы, которые ему задавали в ходе обсуждения этого вопроса законопроекта его оппоненты. Спасибо, давайте подождем, как поведет себя в Совет Федерации. Я там предвижу некоторых сенаторов, которые могут быть против. Напомню, что тема нашей программы была защита чувств верующих или инструмент расправы над неугодными. И спасибо, что в прямом эфире участвовал адвокат Виолетта Волкова, депутат ЛДПР Сергей Иванов. И спасибо Александру Верховскому, который вышел на прямую связь по телефону. Подождем, как будут развиваться события. На волнах радио «Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов и Олег Львов.